Приветствую всех своих подписчиков и всех зрителей, конечно же. Сегодня решил сделать небольшой видеоролик. У меня уже есть несколько видеороликов, как переделывать зарядное устройство для мобильных телефонов. Данный видеоролик был приготовлен по просьбе одного из подписчиков. Зовут его Алексей. Привет, Алексей, тебе! Так, в этом видеоролике я хочу рассмотреть метод повышения выходного напряжения с обычного зарядного устройства китайского образца, как доступный вариант. Как мы знаем, зарядное устройство такого рода, собранное по однотактной схеме, в частности, бывает на выходе, тут у них однополупериодный выпрямитель в виде одного диода, не имеют выходной стабилизации выходного напряжения, хотя напряжение на уровне от 5 до 6 вольт. В более дорогих, то есть оригинальных зарядных устройствах, уже организована стабилизация выходного напряжения в виде оптоконтроля. Хочу сказать, что данный метод действителен для любого типа блока питания импульсного, где применен однополупериодный выпрямитель в виде одного диода или даже диодной сборки. Выходная часть, то есть часть вторичной обмотки трансформатора у нас, и диод, конденсатор небольшой емкости. И, конечно же, китайцы иногда применяют светодиод с ограничительным резистором. Дальше конденсатор шунтирует небольшой резистор с номиналом от 1 кОм, от 680 Ом до 1 кОм. Диод, поскольку схема импульсная, применять желательно именно импульсные диоды, которые приспособлены работать на высоких частотах. Но почти, вот именно мои блоки, почти во всех я наблюдал диод 1N4007, то есть штатный выпрямитель. Работают они на таких частотах. Так, у нас тут трансформатор, первичная обмотка трансформатора, диодный выпрямитель и конденсатор. У нас тут выходное напряжение в районе 5 В. Это у нас плюс, это у нас минус. Применение такого выпрямителя позволяет, вернее, недостаток, то ли достоинство, это в зависимости от той области, где их применяют, на выходе мы получаем нечистый постоянный ток, то есть у нас диод, по сути, срезает нижний полупериод волны, с учетом того, что волна прямоугольная. Давайте нарисуем волну как синусоидальную. Вот тут у нас синус, по сути, нижний полупериод, верхний полупериод. Проходя все это дело через такой вот выпрямитель на основе одного диода, мы на выходе получаем вот такой график. То есть выглядит это дело будет вот так. То есть у нас нет нижнего полупериода, только верхнее. Так, при задействовании второго диода, и, кстати, самый важный недостаток таких схем, то есть выходное напряжение уменьшается в два раза. И для того, чтобы дополнить этот косяк, мы в эту цепочку будем подключать второй диод, подключенный в обратном направлении относительно первому. То есть получим срез одновременно и верхнего полупериода, одновременно у нас будет и постоянный ток на выходе чистый, и мы, по сути, поднимем выходное напряжение. Вот точно идентичный такой же диодик, и подключенный вот таким вот образом. Так, ну давайте проверим, насколько это возможно в теории. Вот я взял простой зарядник. Видим, что у нас два резистора тут, параллельно они подключены. Видимо, тут производитель должен был установить какой-то светодиод. Видно даже отверстие под него. Первый родной диод, который стоит, и мой диод, который я поставил. То есть они в разных направлениях относительно друг друга. И конденсат с емкостью 100 микрофарад, рабочее напряжение 16 вольт, хотя желательно именно 25 вольт. Сейчас я переключусь на секундочку, возьму мультиметр, и будем снимать показания. Так, подключаем блок питания всей 220 вольт напрямую, без каких-либо там ламп и так далее. Ну, конечно же, кто боится, может и через лампочку. Шупы мультиметра. Мультиметр в режиме измерения напряжения 20 вольт постоянного типа. И давайте стыкуем шупы мультиметра к выводам конденсатора. И, блин, крайне неудобно мне. 13 и с чем-то вольт. Ну, видите, что, блин, неудобно. 13,7 вольта. Ну, обусловлено это тем, что конденсатор, конечно же, чуть-чуть поднимает напряжение. Ну, в общем, 10-12 вольт тут точно будет. И, конечно же, это не максимум, что можно снять, получить, точнее, с зарядника мобильного телефона. Можно также заменить вот в этой цепи, мы видим, стабилитрон. Его можно, он на 5,1 вольт, его можно заменить, скажем, на 12 вольт и поднять. Об этом я разговаривал, точнее, пояснял в одном из своих видеороликов. Если кому интересно, если кто, вернее, найдет, прошу ссылку закинуть под этот видеоролик. Друзья, перед тем, как начать новогодний цикл видеороликов, по вашим просьбам, я решил еще несколько видеороликов такого характера. В частности, в следующем именно цикле я буду рассматривать, как из старых контроллеров литиевых батареек, плата контроля литиевого аккумулятора, сделать полноценный лабораторный блок питания. Также будем тестировать эти платы, узнать, что же они имеют, поскольку в последнее время довольно много вопросов, зачем эти платы вообще, что из себя представляют, какую функцию выполняют в литиевом аккумуляторе. Поэтому будет еще несколько роликов на эту тему, затем уже начнем новогодний цикл. Так что ждите и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. А с вами, как всегда, был АК Касьян. До новых встреч. Пока! Пока!